Приветствуем вас на канале Фактограф! В этом видео мы обсудим 12 самых странных брачных ритуалов у животных. Размножение каждого отдельного существа – это не прямолинейное действие, а сложный и многоэтапный процесс, отличающийся уникальными особенностями у каждого вида. Большинство известных нам способов, как завоевать сердце дамы, активно практикуется животными. Но сегодня мы поговорим о брачных играх, которые являются крайне странными для нашего восприятия. Попробовать на вкус мочу, оторвать свой половой орган, разбросать фекалии для привлечения внимания – это норма для некоторых животных. Станцевать легендарную лунную походку Майкла Джексона, построить дом для любимой и даже поменять пол – это наши меньшие братья тоже умеют. Мы уверены, о таком вам точно не рассказывали на уроках биологии. Так что давайте узнаем подробнее, какие самые странные брачные ритуалы практикуют животные. Птицы-шалашники Видели ли вы когда-нибудь пернатого дизайнера интерьера? Нет? Тогда знакомьтесь, это шалашник – один из лучших строителей мира животных. Перед спариванием сэмцы этого вида проводят особый романтический ритуал. Середина весны они начинают возводить сложные разноцветные шалаши. Где будет проходить спаривание? Сначала они подбирают идеальное место, затем расчищают его, и только тогда начинают возводить стены из веток и листьев. Птицы украшают свои шалаши различным декором – цветами, перьями, птиц, обертками от конфет, пуговицами и другими яркими предметами, которые только смогут достать. По окончанию строительства шалашник поет призывную песню. Если самке понравится домик, и она войдет внутрь, то самец будет перед ней вертеться и приседать, как бы убеждая, что она сделала правильный выбор. После спаривания самка отправляется вить гнездо, а самец продолжает заманивать новых дам. Ведь брачный сезон длится несколько месяцев. Такой он – рай в шалаше. Жирафы Как оказалось, 50 оттенков серого бывает не только у людей. Молчаливые жирафы не подают брачных сигналов, у них нет течки и периода спаривания. Скромные животные практикуют очень странный способ подбора половой партнерши. Право на спаривание имеет самец, занявший доминантное положение в группе. За первенство жирафы сражаются на шеях. Соперники бьют друг друга головами, чтобы доказать свое господство. Победитель обходит стадо в поисках той самой. Обнаружив подходящую кандидатуру, жираф тычет носом в ее зад и гениталии. В ответ самка пускает струю мочи, которую самец нюхает и пробует на вкус. Он загибает верхнюю губу, оголяет зубы и приоткрывает рот, чтобы уловить феромоны, сигнализирующие о готовности самки к половому акту. Если дама принимает его ухаживание, то она становится в позу для спаривания и затем происходит совокупление. Богомолы Брачный сезон у богомолов начинается с конца августа и включает в себя несколько этапов. Сначала самец ухаживает за партнершей, поворачивает к ней голову, выпячивает грудь, подлетает ближе. Если самка отвечает на жесты кавалера, то они начинают процесс спаривания. Однако за любовное приключение самец может поплатиться головой. Не дожидаясь окончания процесса, самка может съесть самца, поглотив его голову, передние лапы и грудную клетку. Но даже после этого тело мужской особи продолжает спариваться. Такой акт каннибализма наблюдается примерно в половине случаев. Ученые выяснили, что самки, которые съедали своих партнеров, откладывали больше яиц. Получается, что самец жертвует своей жизнью ради продолжения рода. Но на месте богомола я бы дважды подумал, прежде чем подходить к подруге. Рыба-удильщик. Сексуальный паразитизм или альфонс в мире животных. Так называются половые отношения между мужскими и женскими особями этих глубоководных рыб. Так сложилось, что кроме жуткой внешности удильщики еще и размножаются самым жутким способом из всех известных. Карлик-самец намертво впивается зубами в крупное тело избранницы. И остается в таком положении навсегда, превращаясь в некий паразитический придаток. Их кровеносные системы сливаются, а глаза, плавники и большинство внутренних органов самца редуцируются. Он становится донором спермы, получая взамен регулярное питание. Если же самец не найдет себе вторую половинку, то вскоре погибнет, ведь многие виды удильщиков не способны самостоятельно питаться. К тому же к одной самке могут быть прикреплены несколько партнеров, которые будут жить, пока жива она. Тюлени-хохлачи. Вся жизнь этих животных проходит на льдинах на севере Атлантического океана. Они предпочитают находиться в одиночестве, но в период размножения держатся большими группами. В таких компаниях самцы конкурируют за внимание самки. Находясь в состоянии агрессии или возбуждения, они раздувают кожно-носовой мешок, расположенной на лицевой части. На первый взгляд, вам может показаться, что тюлени играют с красным мячиком, но на самом деле в этот момент их распирает от эмоций. Размахивая надутым пузырем, каждый из них громко рычит и старается отпугнуть конкурента. Иногда может дойти до драки. Тот, кто окажется слабее, уходит из поля боя, а другой счастливчик получает право на продолжение рода. После спаривания самка плывет к богатым рыбой местам, а самец отправляется сражаться за новую даму сердца. Бегемоты. Самцы бегемотов являются одними из опаснейших животных. Во время брачного периода они ведут себя достаточно агрессивно, но не по отношению к самкам. Прелюдия этих африканских великанов отнюдь не прекрасная и романтичная, а достаточно мерзкая и грязная. Для привлечения подруги эти джентльмены используют навоз. Нет-нет, вы не ослышались. Бегемот кладет огромную кучу фекалий, параллельно опустошая свой мочевой пузырь и начинает активно крутить хвостом, словно пропеллером. Таким образом он разбрасывает помет во все стороны, чтобы пометить территорию и обратить внимание всех дам в округе. Если такой ухажер покажется самке привлекательным, то она может испорожниться в ответ и тоже включить хвостовую вертушку. Затем парочка отправляется плескаться в воде и только потом приступает к выполнению супружеского долга. А вот этой птичке точно позавидовал бы сам Майкл Джексон. Чтобы привлечь подругу, самец исполняет несколько ритуалов, в том числе легендарную лунную походку. Вначале пернатый кавалер выбирает подходящую ветку и затем приступает к выполнению шоу-программы. Как будто танцуя, он быстро передвигается вперед-назад, параллельно совершая крыльями до 80 махов в секунду. Также самец не против повилять своими желтыми бедрами, покрутиться, резко подпрыгнуть, немного покружить над веткой. Он двигается так быстро и активно, что напоминает шустрого калибря. Чтобы отпугнуть конкурентов, все это танцевальное представление усиливается музыкальным сопровождением, громким пением и оригинальным щелканьем. Если самке понравится шоу, то она вступит с самцом в половой контакт. Дикобразы Самка-дикобраза готова к любовным утехам на протяжении всего 8-12 часов в год. Начиная с сентября, она начинает выделять сильно пахнущую слизь и мочу, подавая сигнал потенциальному любовнику. Если откликнется несколько самцов, то между ними завязывается схватка. Немного потрепанный победитель получает шанс на спаривание и начинает прелюдию. Он встает на задние лапы и обильно обливает даму своей мочой. Да, джентльмен из дикобраза так себе. Если самке не нравится партнер, то она издает скулящий звук и встряхивает его жидкость. Но когда она готова к совокуплению, то всем своим видом и поведением показывает это партнеру. Самка поднимает хвост над спиной и убирает колючие иголки, чтобы не ранить своего мужчину. Затем самец приступает к делу. Осьминогие-оргонавты Одним из самых странных брачных ритуалов отличился этот род головоногих моллюсков. Маленький хитрый самец вступает в интимную связь с крупной избранницей, даже не приближаясь к ней. У мужских особей есть особое щупальце – гектокотиль, которая выполняет функции детородного органа. Когда в этом щупальце вырабатывается достаточное количество семенной жидкости, оно отрывается. Затем орган самостоятельно, словно под дистанционным управлением, находит самку своего вида. Согласитесь, звучит как фантастический сюжет. На вид гектокотиль напоминает червяка с двумя рядами недоразвитых присосок. Найдя свою цель, половой орган проникает в мантийную полость женской особи и оплодотворяет отложенные яйца. Бурые сумчатые мыши Самоубийственная репродукция. Таким термином обозначили ученые половой активности этих австралийских сумчатых. Дело в том, что раз в год, в брачный сезон, который наступает в августе или сентябре, бурые мыши впадают в настоящее буйство. В этот период самки проявляют склонность к промискуитету – беспорядочным половым связям со многими партнерами. Самцы, в свою очередь, пытаются совокупиться с как можно большим количеством партнерш, стараясь подольше удержать каждую из них. Продолжительность половых актов может достигать рекордных 12-14 часов. Истощение организма и переизбыток стресса после такого кекс-марафона приводят к скорой гибели самца. Как правило, будущие отцы не доживают до рождения потомства. Такая получается любовь до гроба. Рыбы-клоуны. Теперь давайте рассмотрим матриархальное сообщество ярких представителей подводного мира. Эти симпатичные рыбки являются прототипом мультяшного героя Немо. В основе их социальной жизни лежит строгая иерархия, на вершине которой находится крупная рыба женского пола. А второе место занимает доминантный самец. Только эти двое могут вступать в половую связь и производить потомство. Если самка погибает, то ее бывший супруг меняет пол и занимает ее место. А новым доминантным мужчиной становится второй по величине самец из группы. Примечательно, что от рождения все рыбы-клоуны являются самцами. У них одновременно присутствуют и мужские, и женские половые органы. Как правило, мужские органы развиваются быстрее. Но при надобности все можно переиграть. Клопы. Эти кровососущие насекомые не заморачиваются насчет красивых и приятных брачных игр. Их размножение происходит особо жестоким способом – путем травматического осеменения. Самец не пытается привлечь избранницу и не ждет ее согласия на вступление в интимную связь. Он насильно ловит самку и своим острым половым органом протыкает ее абдомен, то есть задний отдел тела. В образовавшееся отверстие самец вводит семенную жидкость и происходит оплодотворение. К счастью, одного акта спаривания будет достаточно, чтобы самка регулярно откладывала до 10 яиц в день. Кроме того, такой пугающий способ размножения дает клопам максимальные шансы на выживание. Ведь в случае длительного голодания клопы могут питаться своими же яйцами. Так что, если вам покажется, что в вашей жизни нет романтики, вспомните этих насекомых. Это был ТОП 12 самых странных брачных ритуалов из животного мира. Как вам такие ухаживания и отношения с противоположным полом? Что вас поразило больше всего? Делитесь с нами в комментариях.